Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем работу над записью и решением текстовых задач. Рассматриваем простые задачи со взаимосвязью, сложением и вычитанием, краткая запись которых будет записываться по данным схемам. Когда известно, что было и сколько взяли, остается узнать, сколько осталось. Когда неизвестно, сколько было, но известно, сколько взяли и осталось. И когда известно, сколько было и осталось, и остается узнать, сколько взяли. Читаем внимательно задачу. В мешке было 154 подарка, 132 подарка подарили. Сколько подарков осталось подарить? Выясняем, что нам известно, что в мешке было 154 подарка и подарили из них 132 подарка. Перечитываем еще раз вопрос задачи. Сколько подарков осталось подарить? Предполагаем, что чтобы ответить на вопрос данной задачи, нужно из количества подарков, общего количества, вычесть уже подаренные подарки. Из 154 вычесть 132. Таким образом, мы ответим на вопрос задачи. Оформляем краткую запись задачи, что было 154 подарка, взяли 132, осталось неизвестно. Записываем решение. Из 154 вычитаем 132. Получается 22 подарка. Записываем ответ. Чтобы записать правильно ответ, перечитайте снова вопрос задачи. Ответ. Осталось подарить 22 подарка. Можно просто переписать полностью вот эту фразу. Составляем задачу с теми же самыми цифрами по данной схеме. Из коробки взяли 132 подарка. Мне осталось 22 подарка. Сколько всего подарков было в коробке? Запишите решение данной задачи и ответ самостоятельно. Составляем задачу по последней схеме. Было 154 подарков. После того, как Дед Мороз подарил определенное количество подарков, в мешке осталось 22 подарка. Сколько подарков подарил Дед Мороз? Записываем решение и ответ задачи. Если вам понравилась эта идея, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте ваши комментарии. До свидания. До свидания. Продолжение следует...